Беларусь и Архангельская область намерены довести товарооборот до 100 миллионов долларов. На это нацелен и план мероприятий в рамках дорожной карты на 2023-2026 годы. Документ охватывает торгово-экономическое, научно-техническое и гуманитарное направление, акцент на укреплении взаимодействия в сфере промышленности и сельском хозяйстве. Бобруйчанка стала победителем областного конкурса профмастерства «Педагог дополнительного образования». Виктория Одношовина – руководитель объединения по интересам квинтэссенция. Благодаря занятиям в её кружке учащиеся от 11 до 18 лет развивают интеллектуальные способности. В городе продолжается активная работа в отношении пожилых и престарелых людей, направленная на их защиту от преступных посягательств. За первый квартал этого года сотрудники УВД Бобруйского горосполкома посетили более 3 300 одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан. С проведением профилактических бесед, разъяснения способов защиты от краж, мошеннических действий. В Бобруйске по 25 апреля с 10 до 14 часов в Центре доп. образования детей и молодёжи на социалистической 90 проходит ярмарка вакансий по вопросу трудоустройства учащейся молодёжи в свободное от учёбы время и выпускников учреждений образования. Открытие весеннелетнего сезона в городском парке культуры и отдыха запланировано на 27 апреля в праздничной программе работы торговых рядов, выставки, продажи изделий мастеров декоративно-прикладного искусства, концерты и многое другое. Жителей и гостей Бобруйска приглашают на долгожданное событие.